Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня снимаю очередное видео, точнее обещанное видео на базы. Некоторое время назад я вам показывала в своих покупках вот такую вот базу от Catrice. Ой, пардон, все выпало. Вот такая вот интересная база от Catrice. И сегодня я хочу вам показать такой вот обзорчик своеобразный на три базы для теней. Это, скажем так, поможет мне выразить мое мнение об этих базах. Вот такая вот палетка от Evroche, летняя серия Retropecale. Я думаю, здесь достаточно оттенков, которые помогут мне именно показать, как эти базы работают и насколько ярко вообще тени выглядят, когда вы применяете подобные средства. Итак, начнем, да? Значит, первое. Ну, наверное, раньше всего все-таки я приобрела вот такую вот базу от Vivienne Sabo. Да? Вот такая вот база. Красивое оформление. Баночка у нее пластиковая, не стеклянная. Значит, производитель пишет нам, что здесь у нас, значит, сколько здесь миллилитров-то. Сейчас посмотрим. Так, наверное, тут не будет видно очень хорошо. Да, по-моему, 5 грамм. Да, здесь 5 грамм. Значит, вот так вот она выглядит, эта база. Я не знаю, будет ли вам видно или нет, но она с каким-то таким, ну, вообще как бы со светоотражающими частицами, да, предполагается, но в ней присутствует такой какой-то мелкий шиммер. Реально шиммер. Вот. Вот прям при вас я пытаюсь ее набрать на пальчик. Вот сейчас попробую, если, конечно, это выйдет вообще, потому что изначально база очень трудно, очень проблематично набирается. Вот. Вот. Мне удалось выцарапать ее буквально из этой вот баночки. Значит, вот такая вот база. Ну, нанесу я, конечно же, поменьше, как-то вот у меня тут ее, или все ли нанести. Ну, в общем, вот смотрите. На ваших глазах я пытаюсь ее растушевать. Вот. Значит, видите, да, что она растушевывается в буквальном смысле комками. И это я сейчас делаю просто на руке, да, это даже не на глазах. Разнести ее в буквальном смысле вот так вот по коже век довольно проблематично. И этим она мне в первую очередь не нравится. Это первый ее минус. Возможно, он будет как бы... Нет, он все-таки не единственный. Первый минус, ну, вот все равно, да, видите, что... Ну, может быть, количество, конечно, довольно большое я взяла, но, тем не менее, вы видите, что вот она разносится в буквальном смысле комками. Очень трудно ее распределить на глазах хорошо. Вот такая вот база. Довольно жесткая она там. Как бы такая не кремовая, а сильно такая мягкая субстанция, да, которая ожидается, а вот такая вот. Дальше. Значит, на эту базу я наношу оттенки. Первый это вот такой зеленый. Вот вы видите, да. Второй, вот такой хочу показать вам оттенок, насколько он ярко на ней смотрится. Вот, надеюсь, вам видно. Вот, ну, могу еще для разнообразия вот такой вот голубой нанести оттеночек. Вот так вот он выглядит на этой базе. Вы сами видите, что она... Ну, надеюсь, вам видно. Во всяком случае, что база эта выглядит довольно светленько. На руке, да? Ну, вот на коже. Она сделала эту поверхность более светлой. Но, тем не менее, вот среди основных минусов этой базы, прежде всего, то, что ее очень трудно набрать из этой вот баночки. И второе, это распределить именно по коже век, да. Потому что, вот, честно говоря, я утром крашусь в буквальном смысле в очень быстром режиме. И мне совсем не нравится вот мучиться вот с такой вот штукой утром. Во всяком случае, мне это портит настроение однозначно. И что касается стойкости теней на этой базе, они смело, спокойно, абсолютно выдерживают рабочий день. Ничего не скатывается, не сворачивается. Но, опять же, это строго мои субъективные как бы выводы. Потому что, опять же, я не обладательница жирной кожи век. С этим, как бы, проблем никаких нет. Но, вот, по моим ощущениям, да, тени выглядят вот так. Вот, ну, скажем так, на мой взгляд, они сохраняют нужную пигментацию. Не выцветают, никуда не исчезают и достаточно ярко передаются. Вот. Но, опять же, я говорю, единственные, наверное, ее два больших минуса. Это трудно ее достать оттуда. Ее кремовая консистенция оставляет желать лучшего. И распределяется она очень-очень некомфортно, очень неудобно. Вот. По стойкости претензий абсолютно нет. Вторая база. Это от Катрис база. Вот такая вот. Такая вот. Называется она Prime & Fine. Что хочу сказать. Значит, что касается оформления. Вот эта баночка, она стеклянная. Масса здесь почему-то 4 миллилитра, хотя визуально вы видите, да, что она выглядит больше. Вроде бы, да? Хотя нет, вот это вот может быть даже так пошире. Ну, не знаю. Вот. Вот так вот выглядит у нас база. Кремовая такая вот тоже субстанция. Набираем ее. Вот на ваших глазах. Вот. Что-то выцарапала. С ногтями это совершенно неудобно, конечно. Вот. Ну, попробую побольше, во всяком случае, вам показать. Берем, распределяем эту базу. Вот прямо на ваших глазах пытаюсь ее распределить. Опять же, вот видите, да, что-то такое вот кусочками. Но, по сравнению с базой Виенсабо, она, конечно, мягче. Кремовая субстанция такая помягче. Но распределяется она не менее неприятно. То есть, как бы, настолько же она, вот ровно настолько же, довольно проблематично вот это вот все распределяется. Даже если вы ее как-то попытаетесь нанести по-быстрому, то надо будет совсем, видимо, капелюшку. Но, в любом случае, вы очень долго будете, что называется, гонять по веку вот этот вот маленький кусочек этого крема. Вот. Что такое, как распределили, да? Вот. Субстанция, конечно, помягче, чем Виенсабо. Здесь отсутствует совершенно шиммер или какой-то намек на светоотражающие частицы, в отличие от Виенсабо. Пробуем нанести тени. Итак, первый оттенок зеленый. Наносим. Вот вы видите, да, оттеночки. Собственно говоря, практически так же передается. Наносим светлый оттеночек. Вот так. Я бы сказала, что здесь он более блестящий, чем вот на базе от Виенсабо. Но вам вряд ли будет видна слишком разница, поэтому это только, опять же, мои субъективные ощущения. И дальше наносим вот такой бирюзовый. Ну, вот так вот он выглядит, да? Честно говоря, по яркости я считаю, что обе эти базы абсолютно идентичны. Тоже так же, как и от Виенсабо база, праймер или база от Катрис. Аналогичным образом немножко высветляет область, куда мы наносим кремовую текстуру. Но распределяется аналогично, как и база от Виенсабо проблематично. Тоже что-то кусками. Долго нужно ее вот разносить по коже. Это очень неудобно. И этим она тоже заслуживает минус в свой адрес. Потому что, несмотря на то, что тени держатся на этой базе тоже очень-очень долго, очень хорошо. Рабочий день они полностью выдерживают. Во всяком случае, вот для меня, да, по моим ощущениям, тени тоже как бы максимально ярко ложатся. Тенок они не меняют. Абсолютно такие же остаются, как вот мы их когда наносим. Вот, но мне не нравится, как она распределяется по коже век. Мне не нравится утром что-то там надавливать на глаза, для того, чтобы распределить как бы эту базу. Ну, не знаю. И кроме всего прочего, я бы сказала, что вот эта вот база от Катрис, для меня она ощущается немножечко комфортнее, чем от Виенсабо. Мне кажется, что база от Виенсабо немного больше подсушивает кожу век. Но опять же, девчонки, я вам говорю, просто мои ощущения. Возможно, у кого-то другие. Поэтому, как бы, выводы каждому, я думаю, предстоит сделать самому. И, наконец, третья база, которую я вам сегодня хочу показать. Это база, значит, для теней. Хотя здесь, кстати, знаете, написано, что это как бы тени для век с аппликатором. А дальше написано база. Поэтому я не знаю, как бы вот, ну, приблизи час камеры не даст. Просто максимально, чтобы вам показать. Ну, в общем, вот такая вот, вот так выглядит база. Значит, что мне в ней, в первую очередь, понравилось? Это вот такая вот кисточка. То, что она очень-очень жидкая. И вот так вот выглядит кисточка. Сразу вам скажу, что базы от Essence, они различаются между собой по номеру. У них у всех есть номер. Вот здесь вот на штрих-коде, вот здесь вот есть разные буковки. Я видела BC, я видела BU. Б и буква U имеется в виду. Вот. Ну, то есть разные буквосочетания. У меня 0C, точка AC. Я не уверена, что это самый светлый оттенок, но, тем не менее, будем тестировать его. Значит, наношу его вот сюда. Вот. Вы сразу видите, что оттенок этой базы значительно темнее, чем предыдущие экземпляры. Но у него есть кремовая текстура, которая, скажем так, является преимуществом по сравнению с другими базами. Вот сейчас я на ваших глазах его попытаюсь распределить. И вы сами увидите, насколько он, в общем-то, светлый. Но, тем не менее, легкий какой-то лососевый оттенок остается. Вот. Видите, да? Такой какой-то легкий цвет загара, я бы сказала. Вот. Вот мы ее распределили. И вот так вот она выглядит. Значит, что хочу сказать сразу. Вот, смотрите, наносим оттенки теней. Зеленый. Так. Розовый. Да. И голубой. Вот так. Я думаю, что невооруженным глазом будет видно, что вот эта вот, в общем-то, часть немного видоизменяет оттенки теней. Почему? Потому что, во-первых, сама база по оттенку более насыщенная. Да, она 100% практически перекрывает оттенок кожи века. То есть, если у кого-то есть проблема с покраснением глазок, там, еще что-то, то вот эта вот база, она поможет решить эту проблему. Она полностью тонирует все верхнее, там, подвижное веко. То есть, куда вы планируете наносить оттеночки теней. Классно. Что касается фиксации теней, она фиксирует не хуже, чем две предыдущие базы. Но, несомненное преимущество вот этой базы в том, что, во-первых, она очень жидкой консистенции. И это совершенно не мешает ей на 100% перекрывать оттенок кожи. Плюс она легко распределяется. Очень легко. Ну, а если вы любите пастельные оттенки теней, то я бы сказала, что вот эта база, она именно усиливает цвет. Она делает его более насыщенным. И, может быть, в некотором смысле потемнее. Поэтому говорить о том, что, ну, я не знаю, все-таки, наверное, из недостатков этой базы я бы указала именно то, что она делает тени немножечко более насыщенными, чем они есть. Или, возможно, чем нужно было бы иногда. Но не всегда. Вот, допустим, яркие оттенки, да, вы видите, да, что они прямо отлично и ярко смотрятся. И, тем не менее, как бы, мне, вот, как бы, по сравнению со всеми, вот, с Вивен Сабо, с Катрис, да, я выбираю на сегодняшний день эссенс, потому что для меня она наиболее удобна именно в применении. Именно в применении. Действительно более удобная, более комфортная. Она, на мой взгляд, не сушит кожу, хотя кто-то, я знаю, что говорил о том, что она подсушивает. Для меня она не доставляет никаких некомфортных каких-то ощущений, да. Она абсолютно удобна, абсолютно комфортна, мне нравится. Я готова мириться с тем, что она какие-то оттенки теней делает более темными, там, или яркими, не знаю. На мой взгляд, супер. Еще один важный момент, почему я сегодня делаю обзор именно на эти три базы. Потому что все они примерно в одной ценовой категории. Ну уж точно от 100 рублей, то есть, ну где-то порядка 150 рублей каждая вот такая база стоит. Поэтому, девчонки, выбор вы делаете, конечно, для себя каждый сами. Но я бы остановила свой выбор, честно говоря, все-таки на базе от Essence. Просто потому, что она удобна действительно и в нанесении, и в распределении. И отлично она фиксирует тени. Никаких проблем абсолютно нет. В моем варианте она фиксирует тени равнозначно, так же, как и Катрис, так же, как и Вен Сабо. На рабочий день мне вполне хватает этой базы. Ничего не скатывается, не сворачивается. Я наносила и запеченные тени, я наносила обычные тени. Более того, я даже пыталась наносить кремовые тени на вот эту базу. Все чудесно, все замечательно. Поэтому, девчонки, вот такой обзорчик я обещала. Надеюсь, выполнила. Вот, пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Мне интересно очень ваше мнение. Надеюсь, я вас не утомила. Всем спасибо за просмотр. Пока.